Всем привет, с вами снова Илья, это прогноз криптовалютного рынка на 4 апреля. Давненько мы с вами не виделись, но особый рынок поводов нам и не дает. Волатильность сейчас находится на не очень высоком уровне, за исключением, конечно, некоторых альткоинов, но об этом чуть позже. Однако, сейчас поступают, скажем так, новые сигналы с графика, я вам немного о них расскажу, расскажу, чего можно здесь ожидать дальше. Также рассмотрим вчерашний памп по доге, ну и вообще рынок альткоинов, стоит ли сейчас как-то ввязываться в какие-то движения или в какие-то монеты и насколько велики риски. Начинать будем с BTC, как обычно, здесь я уже стрелками немного заспойлерил ситуацию, которая сейчас на графике нам виднеется, расскажу о ней чуть более подробно. Мой предыдущий взгляд и вообще, я бы сказал, даже мой текущий взгляд по BTC предполагает, что он все-таки находится в некой стадии перекупленности или, по крайней мере, в ней находился. Потому что величина, скажем так, фактического значения того, что мы увидели по ФРС больше, чем неделю назад и того, что мы ожидали, она несколько расходилась. Поэтому и движение вниз я здесь ожидал более сильного. Однако мы видим, что рынок у нас, похоже, выбирает немного другую структуру движения. То есть он не пытается сбросить всех лишних покупателей каким-то резким движением вниз и после этого движением наверх, а просто копится и пока что их выматывает. Поэтому многие покупатели здесь уже рынок, в принципе, готовы покинуть. Также формируется интересный достаточно сигнал, который был как раз-таки выделен стрелочками. То есть, смотрите, у нас покупатель начинает потихоньку продвигаться наверх. С одной стороны, это довольно сильный признак. Ну, скажем так, в классических учебниках и по классическому техническому анализу это очень сильный признак, который говорит о том, что покупатель, который ранее останавливал цену около 26800 долларов, 26900. То есть, видите, формировал отбой вот здесь с некими ложными пробоями. Он уже после этого, 29 марта, он уже начинает подбирать цену значительно выше. То есть, 27600 долларов уже становится нижняя граница и здесь он яростно откупает. Вчера мы видели также, что сформировался ложный пробой, но ложный пробой он также по классике усиливает уровень и впоследствии этот бой также довольно быстро откупили. И основное движение или тест начался также от отметки 27600 долларов. В связи с чем, есть основания полагать, что как бы интерес покупателя и нижняя граница покупателя, она немного сместилась. То есть, она сейчас уже на 27600 долларов, это примерно на 1000 долларов выше, чем предыдущая. А верхняя граница осталась приблизительно на том же уровне, то есть, где-то около 28600. Поэтому здесь можно сказать, что как бы интерес покупателя, как я уже сказал, смещается чуть выше и выше. И в большинстве случаев это приводит к тому, что уровень сопротивления, в который мы упираемся, он как бы не выдерживает. Ну, как не выдерживает, его просто отпускают, потому что покупатель здесь всю позицию уже набрал и впоследствии рынок у нас начинает подрастать. Помимо всего прочего, вот этот вот, скажем так, подхват покупателя по диапазону более высокому на 1000 долларов выше, чем предыдущий, это не как бы его осознанный выбор. Да, такой, это как бы его необходимость, потому что, если раньше цене дали заметно сильнее опускаться, да, и он мог более спокойно набирать позицию по более приемлемым ценам. А понятно, для покупателя более приемлемые цены, это более низкие. То сейчас уже, вы видите, волатильность, она немного замедлилась и цене уже не дают сильнее упасть. И поэтому он вынужден как бы подхватывать на пике формирования ликвидности, когда цена вот так вот у нас опускается и формирует какие-то ложные пробои. Поэтому, как бы, я и делаю определенный вывод, что рынок у нас находится в стадии такой, возможно, завершающей уже, по крайней мере, локального бокового движения и впоследствии должен уже уровень сопротивления пробивать. Но, естественно, что в определенные моменты в такие меня часто это начинает смущать, потому что уж слишком все так легко, да. Это такой базовый очень сценарий, мы очень часто его видим, когда смещается потихоньку наверх уровни поддержки и, как бы, рынок у нас часто вырастает. Но нечто подобное мы уже видели ранее и закончилось это не очень хорошо. Вы можете посмотреть потом в свободное время от моего видео 28 июля по, там, 19 августа. Было нечто подобное, тоже уровень поддержки у нас потихоньку смещался. Но уровень сопротивления там все-таки пересилил и рынок у нас достаточно быстро повели вниз. Поэтому я хочу сказать, что даже несмотря на то, что выглядит все очень побыще, всегда есть, ну, скажем так, немаловажные предыдущие ситуации, которые заканчивались не так, как мы бы хотели. Поэтому нужно здесь быть чуть более аккуратным. Но я бы сказал, что у нас уже достаточное основание для того, чтобы попробовать здесь лонговые позиции и, в том числе, и по 27600 долларов. Точнее, неправильно выразилось, не по 27600 долларов, а вокруг диапазона 27600 долларов. То есть, после какого-то подобного ложного пробоя здесь я бы, возможно, подхватывал и даже бы не стал фиксировать по верхней границе, а, возможно, бы уже на пробой здесь работал просто с переносом стоп-лосса по ходу движения цены. Также мне нравится, возможно, идея лонговая в случае, если мы зафиксируемся ненадолго около 28600. То есть, мы уже, честно говоря, такое видели вот здесь и мы видели такое вот здесь. Это приводило пока только к ложным пробоям, но с учетом того, что такое уже было два раза, во-первых, и мало кто будет доверять этому сигналу. Скорее всего, нас уже на третий или на четвертый раз такой пробой ожидает. Это чуть более опасная сделка за счет того, что она дает нам более плохую точку входа, но я бы в том числе и на нее бы здесь, наверное, пошел с очень коротким стоп-ордером. Что же касается такой более долгосрочной перспективы, мне кажется, что здесь все без особых изменений. То есть, видите, сомнения у меня конкретно сейчас вокруг только такого краткосрока и среднесрока, потому что очень по-разному раскрываются эти консолидации. Они могут раскрыться через выход вниз, они могут раскрыться через поджатие к верхней границе, они могут раскрыться, как вот сейчас, через смещение диапазона чуть выше сложным пробоем и после этого пробить. То есть, в общем, как угодно. Здесь огромное количество вариантов и, к сожалению, как бы, ну понятно, не могу вам даже с высокой точностью сказать, каким образом это все, вот эта вот консолидация раскроется. Но что касается более долгосрочной перспективы, мне кажется, здесь все чуть более очевидно и рынок у нас пока что направлен наверх и, скажем так, ну каких-то преград к дальнейшему долгосрочному росту у него нет. И цели, которые я заявлял вам в предыдущем видео, на мой взгляд, до сих пор актуальны. Также, если мы посмотрим на индекс NASDAQ, здесь он совсем рядом остановился с отметкой, которую я вам обозначал, как вероятную точку уже такого дальнейшего роста, то есть 13200 мы здесь обозначали. И я думаю, что сегодняшняя сессия будет не очень хорошей для рынка, но я думаю, что эта отметка рано или поздно, рано или поздно индексу удастся ее преодолеть и, соответственно, весь рынок он также подтянет за собой. Однако, обращая внимание, что сейчас уже такая определенная рассинхронизация начинается и мы видим, что даже, например, на растущем индексе, это было вчера, на растущем индексе у нас рынок как раз-таки падал. Он, правда, после этого вернулся, понятно, что это все спекуляции, ла-ла-ла, но раньше они ходили прям намного более четко, намного более синхронно. Сейчас это уже не так. С этим, наверное, индексы и вообще просмотр того, что происходит у нас на американском рынке, я буду делать реже. Просто это сейчас обладает, скажем так, более низкой эффективностью. Также я напоминаю, что в описании всегда лежат ссылки на регистрацию на бирже Bybit и Binance. Это мои реферальные ссылки с хорошими бонусами на регистрацию. Вы набабитесь сейчас до 30 тысяч долларов бонусами на первый депозит на бирже Binance. Там у нас кэшбэк на комиссию в размере 20%. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. Что же касается эфира на данный момент времени. Ситуация полностью аналогична тому, что у нас происходит по BTC. Здесь я отказался от слежения за фигурой расширяющейся формации. Она здесь, на мой взгляд, уже не актуальна. И, в общем-то, все перешло также в похожую консолидацию. Нижняя граница где-то 1715, верхняя где-то около 1840. И я думаю, что с учетом поведения цены это все также будет раскрыто уже в ближайшем будущем. Возможно, даже сегодня. И рынок у нас должен, опять же, по классике здесь неплохо подорваться. В том числе примерно до отметок около 2000 долларов. Потому что просто, ну, вот при преодолении этого уровня там никаких особых преград нет. И ближайший уровень это только 2000 там с лишним. Поэтому все выглядит по эфиру, по крайней мере, неплохо. Нечего добавить. Теперь дальше перейдем к Binance Coin. Но здесь я в прошлый раз немного побоялся совершать шартовую идею. Мне показалось, что как-то ненадежно рынок у нас этот вот уровень пробивает. И тогда, в принципе, биткоин у нас неплохо подрастал. Поэтому я решил эту сделку пропустить. Хотя она четко упала на мою потенциальную точку входа. Четко начала там опускаться. Но почему-то я засомневался. Глядя на, в общем-то, повыдаря. И здесь сделку пропустил. Если вы были чуть более смелыми, то я думаю, что фиксация ближайшая должна быть уже, наверное, прямо сейчас. Дальше у нас там чуть ниже 300. И последняя цель около 258. Тот же Binance Coin у нас выглядит сейчас, ну, заметно слабее в среднем рынка. И, скорее всего, также будет находиться вот в этом более глобальном боковом движении, в котором уже находится с июля прошлого года. Кошмар. Поэтому здесь, как бы, без особых изменений, я думаю, что просто вот эту вот сделку нужно правильно сопроводить. Теперь, что же касается Ripple. Тут, я думаю, что время коррекции, оно еще какое-то время продолжится. И, скорее всего, будет или ретест вот здесь вот 45, или, возможно, еще один закол вот ниже 48. И после этого рынок у нас начнет продолжать рост. Это при сценарии, который мы рассматриваем именно по BTC, с бычим без каких-либо коррекций. Или просто с текущим боковым движением. Поэтому по Ripple здесь краткосрочные сделки я не планирую. Я просто здесь себе присматриваю, какие возможности коррекции он рисует для того, чтобы его набрать именно в более долгосрочную перспективу, о которой мы говорили, ну, в нескольких уже предыдущих видео. По Cardano здесь, как бы, рост продолжается. Казалось бы, что он, в принципе, неплохой. И до сих пор, правда, не дошел даже до первой цели 41. Но я досрочно закрывать не хочу. И, в любом случае, первую цель здесь точно не смещаю никак. Ну, если только, не знаю, что-то сверхъестественное не произойдет. Или мне надоест просто здесь ждать, если цена у нас будет находиться долгое время в рамках бокового движения. А так, цели те же. И я думаю, что они будут в обозримом будущем достигнуты. Теперь, что же касается доги. Понятно, все уже видели там и логотип Твиттера, и маска, который опять прилично постарался. И монету, в общем-то, запампил. Понятно, что, ну, сам памп, вообще, он обычно штука такая недолговечная. И в конечном итоге очень быстро сдувается. Однако, есть основания полагать, что текущая структура движения, она немного другая. Не знаю. Ну, я вообще не доверяю доги, вообще не доверяю подобным монетам. Но мы здесь очень долгое время видели, что монету явно кто-то очень долго накапливал, начиная с мая предыдущего года. Здесь у нас уже был подобный памп. Несмотря на то, что он сдулся, впоследствии это накопление, оно еще продолжилось. Плюсом ко всему, мы видим, что вчерашний день, да, если мы его рассмотрим структурно, он как бы не давал оснований полагать, что рынок как бы так же быстро сдует, как надули. Тем более, что вот это вот движение, оно очень похоже на то, что было по риплу. Если вы посмотрите по риплу, вот как раз последнее движение к 50, не к 50, к 46, в общем, такое самое быстрое, то вы увидите, что там такое же, после коррекции было похожее движение. И были бы, в общем, еще несколько таких циклов роста. Поэтому по доге, несмотря на то, что я абсолютно не любитель, я его точно пропускаю. Если вы в таких монетах любите как-то находиться, не знаю, как назвать, обладание этой монетой. Не знаю, просто если у вас, вы любитель, да, такую монету держать в своем портфеле, то, наверное, стоит здесь задуматься над тем, что это движение наверх, оно было не последнее. И оно принципиально отличается от того, что мы видели, ну, много раз ранее, когда у нас еще рынок снижался, и то, что мы видели в октябре прошлого года. Вот, мое дело предупредить. Все, на этом у меня, я с вами прощаюсь. Напоминаю, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируйте за то, что вы не готовы потерять. Всегда формируют несколько альтернативных точек зрения. Суторговые решения принимайте самостоятельно. Я сам прощаюсь. Всего хорошего и пока. Субтитры сделал DimaTorzok